Всем привет! С вами канал Космостар. Зрители знают его как доктора Купитмана, любвеобильного венеролога из сериала Интерны, неравнодушного к коньяку. В жизни Вадим Демчок совсем другой. Хотя у него тоже были сложности с женщинами. Вадим Демчок дважды был женат и дважды разводился. У него двое детей, но отношения с ними сложились совершенно по-разному. Что тому причиной? И как повлияла на актера третья любовь? Родившийся в эстонском городе Нарва Вадим рос без отца, он ушел из семьи, когда мальчику едва исполнилось несколько месяцев. Правда, однажды родители попытались восстановить свои отношения и снова жить вместе. Но из этой затеи ничего не вышло. Тогда Вадиму было 8 лет, и тогда он во второй раз остался без отца. Следующая их встреча произошла только через 40 лет. Вадим Викторович знал, что отец живет в Воронеже и поехал в этот город специально. Позднее актер говорил, что, увидев отца, почувствовал только огромную любовь и сострадание, и мгновенно все ему простил. Мама работала поваром, но очень любила искусство, возила сына в петербургские театры. И вообще, по воспоминаниям Вадима Демчога, умела делать все на свете, и статьи писала, и свадьбы организовывала, и экскурсии проводила. Именно мама привела ему любовь к театру. И очень обрадовалась, когда Вадим начал играть в самодеятельности. А потом, окончив школу, поступил в Лгитмик. Успешно окончил его. Но потом начались разочарования. Конечно, Демчог мечтал о главных ролях в театре и кино. Но в кино его долго не приглашали, а театром, в который его приняли, оказался московский ТЮЗ. Начались 90-е. Пришлось на время забыть о своих стремлениях и амбициях, и браться за любую работу, просто чтобы выжить. Вадим развозил товар на рынке, работал строителем, одно время перегонял машины из-за границы. Параллельно с этим Вадим не оставлял попыток добиться успеха на сцене, пробовал играть в разных театрах. Когда с деньгами стало полегче, начал путешествовать. Увлекся буддизмом, изучал его. А в начале 2000-х создал на Серебряном дожде увлекательную игру, мистификацию Фрэнки Шоу. Демчог всерьез занялся психологией, разработал цикл раскрепощающих тренингов и включил их в свою школу игры. Многим зрителям интересно, Вадим Демчог в жизни такой же любвеобильный, как его персонаж в интернах? В какой-то степени, да. В первый раз он женился в юности, на девушке по имени Юля. В 1987-й у них родилась дочь Настя. Жизнь была трудна, ни денег, ни признания, сплошные проблемы. Молодая семья не выдержала испытания, брак распался. Как позднее признавался доктор Купитман, они с Юлей просто приняли за любовь что-то другое, то ли дружбу, то ли теплую привязанность. Когда у Юли появилась возможность устроить свою жизнь, с успешным предпринимателем, она ею воспользовалась. Вадим отнесся к этому спокойно, с пониманием. Как и к тому, что бывшая жена не поощряла его встречи с дочкой. Что ж, так сложилось, девочку отныне воспитывал отчим. Это было очень похоже на детство самого Вадима, как он говорил, у него отчимы сменялись, как автобусные остановки, довольно часто. Через некоторое время Демчок познакомился с Вероникой Рябковой, они играли в одном театре. Девушка сразу понравилась ему, и с ее стороны тоже возникли романтические чувства. Но она долго не могла решиться порвать с прежним возлюбленным. Вадим Демчок действовал очень настойчиво, а потом понял, что эта борьба за сердце нерешительной актрисы может длиться вечно, и сдался, ушел из театра, чтобы больше с ней не видеться. Тогда настойчивость проявила сама Вероника, приехала к нему, определившись наконец с выбором. Они начали жить вместе, поженились, родился сын Вильям. И Демчок, по его словам, сразу ощутил глубокую привязанность к этому мальчику. Может быть просто пришло время осознанного отцовства, он был уже не юношей, как при рождении дочки, а 43-летним взрослым мужчиной, многоиспытавшим, опытным. По признанию Вадима Демчога, мурманскому вестнику, я, конечно, испытываю определенный стыд за то, что у нас с Настей, нет, той близкой связи, как с Вильямом. Казалось, все в их семье хорошо, однако со временем начались недопонимания. Окончательный разрыв произошел тогда, когда на Демчога обрушилась слава Купитмана. В 2014 году в СМИ появились сообщения о том, что Вадим и Вероника расторгли свой брак. На этот раз никто не запрещал актеру видеться с сыном. Они с Вероникой расстались друзьями, продолжают общаться и даже живут неподалеку. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире. У него своя комната. Он ходит обедать к маме, потому что у нее еда чаще присутствует на столе, чем у меня. Если ему нужны финансы, то прибегает ко мне, рассказывал актер в интервью. А вскоре после развода в жизни Вадима Демчога появилась женщина, которая стала для него большой любовью. Как сообщают СМИ, Елена намного моложе своего избранника, актер называет ее своей «Еленой прекрасной» и считает, она, его награда, подарок судьбы. Возможно, под влиянием Елены Вадим Демчог сильно изменился, он похудел, коротко подстригся, отрастил импозантную бородку. И стал выглядеть более молодым, подтянутым, стильным. Именно такого Демчога, зрители смогли увидеть в новом сериале «Семейка», где он снова сыграл врача, но уже не венеролога, как Купитман, а психотерапевта.